Бороться нельзя сдаваться. Где поставить запятую, пациент с диагнозом онкология решает сам. Благодаря своевременной диагностике, эффективному лечению, боевому настрою больных, смертность пациентов с онкологией в России в 2021 году сократилась почти на 5% относительно 2020-го. Частью этой положительной статистики стал тверской спортсмен Артем Алискеров. Рак в 2020 году унес жизни почти 10 миллионов человек в мире. В России также онкозаболевание занимает второе место среди причин смертности. Среди особенно опасных форм онкозаболевания нередко встречается лейкоз. Такой диагноз был поставлен в 2019 году и 30-летнему жителю Твери Артему Алискерову. Его почти трехлетняя история борьбы и победы известна за пределами нашего города. Мне Ольга Александровна говорит, что Алискеров — это беспрецедентный случай. После лечения он просто улетел. Ольга Алешина, врач-гематолог, онколог столичного центра гематологии, не в восторге от достижения пациента из Твери. Но спортсмен говорит, что сам к подвигам относится серьезно. Постоянная связь с врачами и обследование. Кроме того, организм приспособлен к физическим нагрузкам с детства. Конечно, диагноз лейкоз стал шоком для молодого мужчины. Шоком, но не поводом опускать руки. Мне кажется, это все индивидуально. Каждый сам себе ставил цель, как с этим бороться. Кто-то лежал, кто-то двигался. Я вот через боль где-то двигался. Я же все показывал, снимал, что да, я брал капельницу с аэкодозной химией и ходил по коридору. Позади 24 курса химиотерапии. Но это не помешало Артему участвовать в массовых забегах. Движение — это жизнь, уверен спортсмен. Едва расставшись с капельницей, он штурмовал Эльбрус. В августе преодолел 5 642 километра горного пути. Я туда все-таки ехал не ставить никакие рекорды. Просто это был 11 день после лечения. Мне хотелось немножко переключиться, подышать другим воздухом. Далее забег на 330 километров по Золотому кольцу и трехнедельный марафон по озеру Байкал. Преодолено 770 километров по льду. В мороз ветер и метели. Были экстремальные ситуации. Бегун умудрился провалиться в трещину. И трещина была незабываемая на 7 день. Помню, бегу, бегу, думаю, как девчонок поздравить с 8 марта. А вот так вот. Таких людей можно называть везунчиками. Однако везение здесь не пришло само по себе. Это трудная работа над собой. Ведь немало пациентов, получив в анамнезе диагноз лейкоз, попросту впадает в депрессию. Солью на рану может стать и всемирная сеть. Здесь важен подход, говорит спортсмен. Правильно вбивать информацию. Не что со мной будет, а кто победил. Этих людей больше. Гораздо больше. И точно так же и я. Я когда загуглил, кто победил, у меня всплыла история Алексея Лихарева. Он 15 лет назад победил лейкемию. И он бегает ультрамарафон. Да, вот это был стимул. Я думал, парень, ты кто? Он смог, а я что, не смогу? Мотивация – это ключ к выздоровлению, уверен Артем. Сейчас житель Твери и сам стал мотивацией для тех, у кого борьба с раком еще не окончена. Сейчас Артем ведет свой блог и участвует в развитии донорства костного мозга в России. После лечения я стал немножко по-другому на жизнь смотреть, на то, что нужно все вокруг посмотреть и что-то сделать. Я сейчас пытаюсь свое время использовать максимально продуктивно для себя, для родных и для окружающих. Еще важным фактором является своевременная диагностика. Так в Твери в 2021 году заработал Центр амбулаторной помощи онкопациента. За прошлый год туда обратились больше 4000 человек. Было диагностировано более 200 случаев заболевания. Большинство из них на ранней стадии. Про таких, как герои нашего сюжета, Артем, говорят, этот человек сам себя сделал. И действительно, многие абсолютно здоровые люди подчас не могут собрать волю в кулак, наметить какую-то важную цель и неуклонно добиваться ее. Такие часто склонны искать причины своих неудач где угодно, но только не в себе самих. Но мы продолжим рассказывать о тех, кто, находясь в куда более сложных жизненных ситуациях, нашел в себе силы добиться выдающихся результатов, подавая пример многим из нас.